Салавацы 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 В этот день люди стараются приглашать гостей и навещать близких, родных, друзей. Праздник носит объединяющее начало. В Курбан-Байрам соборную мечеть посетила глава администрации Игорь Миронов. Он поздравил священнослужителей и прихожан с праздником. Торжественным моментом стало вручение руководителю города награды от имени Центрального духовного управления мусульман. Разрешите от имени Верховного Муфтия и от себя лично, конечно, наградить вас орденом, верой и честь. К празднованию и доброму пожеланию присоединяются и представители других основных конфессий. Я хотел, во-первых, поздравить всех мусульман с таким большим, замечательным праздником Курбан-Байрам. Пожелать им мира в душе, благословения Аллаха во всех их делах, во всех начинаниях. Господь создал всех людей равными, но каждому народу Он определил свой путь приближения к себе. И поэтому нашим народам, которые живут в Ашкортостане, живут очень дружно и очень мирно, нечего делить. У каждого свой путь, свое направление. В числе основных обрядов праздника – заклание жертвенного животного. Этот ритуал подразумевает духовное обращение к Богу. В праздник Курбан-Байрам нужно совершить полное омовение, надеть лучшую одежду. Принято заботиться о нуждающихся и, конечно, приближаться помыслами к Всевышнему. Почему мы называем Дом Всевышнего Земля Байтулах? Потому что сегодня Всевышний всех нас ждал в гости. Мы пришли, мы помолились, мы Его поблагодарили. И хотелось бы, конечно, в этот день Курбан-Байрам всем пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. И, конечно же, в душе была наполнена только с иманом. А человек с иманом, с верой, он надежный человек, он надежный раб Всевышнего Творца. Он никогда плохого не сделает. Вот для этого мы и стараемся. Я думаю, что в будущей жизни будет еще лучше, лучше и лучше. Но, конечно же, хотелось бы сказать слова благодарности нашему главе республики Раде Фаритовичу и главе администрации города Салавата Игоря Геннадьевичу, потому что сегодня праздник удалось. Я так считаю. Верующие Салавата спешили воздать дань празднику с самого утра. Многие начали его отмечать еще вечером накануне. В салаватских семьях есть свои ценные традиции, связанные с этим благостным днем. Каждый год Курмамбэра встречаю. Это большой праздник для нас, мусульманов. Всем салаватцам здоровья, мира, чтобы у них в семье было все нормально, дети были здоровые, а сами были примером детям. В этот праздник просто мы обязаны прийти сюда. Мы как бы поддерживаем эти традиции всегда с матерью. Мы приходим каждую пятницу, хаиры за умерших, за всех отдаем, как говорится, почитаем. И как бы этот великий праздник обязанно просто, даже с такой вот пандемией у нас в стране происходит. С утра стало блины, спекло, чай попили бы, и пришли, вот, хаир хотим, садака. Готовлюсь, чистоту навожу, и, ну, там человек два-три, и мы всегда сидим, чай пьем, Богу благодарим. Все нормально, проходит с утра, вон жена дома осталась, я вот пришел, как говорится, хаирыш, у нас как положено уже, сыновья взять на вахте, вот за них, за детей, как говорится. Готовим, вот сейчас с тетей пойдем, с праздником, вот она там пироги поставила, печка, говорит. Дорогие салаватцы, поздравляю вас со священным праздником Курбан-Байрам. Желаю вам всем здоровья, счастья, жить по Божьим законам, счастья в семье, в работе, всего самого наилучшего. Не так давно соборная мечеть Ан-Наби стала светиться в темное время суток. Это символическое действие с помощью прожекторов будет произведено и в ночь после Курбан-Байрама, который сам по себе стал символом победы света над непростыми временами. Зульфиясу и в голову Рустем Гайнанов, телекомпания Слават.